Всем привет! Здесь я хочу рассмотреть, оказывает ли влияние полярность подключаемых проводов к F-панели. Отчасти на создание этого видео меня побудил комментарий к моему предыдущему ролику. Преимущественно я затрону световую и звуковую индикацию, располагающуюся на системном блоке. Об активности работы диска и о том, что компьютер включен, сообщают светодиоды, которые располагаются на передней части системника. Для начала посмотрим, что будет если их подсоединить в обратной полярности. На текущей материнской плате у контактов для подключения диодов плюс располагается левее, а минус соответственно правее. Таким образом, разъем отвечающий за индикацию питания я устанавливаю наоборот, то есть минус к плюсу, а плюс к минусу, тогда как светодиод представляющий активность накопителя согласно схеме. Подключив провода, нажимаю на клавишу включения. Как результат, можем видеть, что индикация питания отсутствует, а вот диска есть. Рассмотрим, что из себя представляет светодиод. В целом, это полупроводник, преобразующий электрический ток в прямом направлении непосредственно в световое излучение. При приложении обратного напряжения он не проводит ток и поэтому не светит. Теперь давайте рассмотрим, также ли постоит дело со спикером. В качестве источника сигнала, преимущественно на более ранних моделях материнских плат использовался небольшой динамик. Собственно, это один из его вариантов. На текущий момент он более компактный. В обоих случаях видно, что выводы спикеров красного и черного цвета. Соответственно, они отвечают плюсу и минусу. Если посмотреть на F панель, обозначений полярности для подключения пищалки здесь нет. Хотя в инструкции к материнской плате схема подключения приведена во всех подробностях. Безусловно, если подсоединить, не нарушая полярность, то при включении системника, можно услышать звуковой сигнал. Давайте посмотрим, что будет, если подключить пищалку наоборот. Как можем слышать, звуковой сигнал при старте есть, генерация которого происходит в обратном порядке. Если это рассмотреть на обычном динамике, то при приложении плюса к минусовому проводу диафрагма движется внутрь, а не наружу, как это должно быть. Поэтому я рекомендую соблюдать полярность. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok